Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. И сегодня мы находимся в Ботаническом саду Петра Великого. Потому что сегодня знаменательный день. Наконец-таки после долгого перерыва сад открывается. Начинаются устраивать различные выставки, экспозиции. Открывается водный маршрут, открывается выставка пионов. И открывается совершенно потрясающая выставка хост. И сегодня у нас в гостях мадам Хоста. Как ее знают большинство любителей хост. Потому что это поистине человек, увлеченный коллекционированием. Он знает о хостах все. И сегодня мы, во-первых, хотим проанонсировать эту выставку. Потому что рассказать все мы вам не сможем. Вам обязательно придется все-таки прийти. Поэтому сегодня первый вопрос. Во-первых, здравствуйте, Оксана. Добрый день. Откроем тайну вашего имени. Оксана, расскажите, когда откроется выставка, во-первых? Мы открываем не выставку, мы открываем экспозицию. Она будет проводиться на открытом воздухе. Потому что с учетом демиологической обстановки выставки сопрещены до сих пор официально. Поэтому мы решили оформить экспозицию на открытом воздухе. Чтобы не нарушать санитарных норм, естественно. С соблюдением всех норм эпид-режима. И экспозиция у нас открывается завтра. То есть мы это все решили подготовить к открытию ботанического сада. Поэтому выставка открывается уже завтра. Но я думаю, что с утра посетители ботанического сада уже смогут увидеть. 4 июля 2020 года всех приглашаем. Замечательно. Расскажите вообще, сколько сортов будет в этот раз на выставке? На выставке будет присутствовать около 400 сортов. Точно пока сказать сложно. Потому что транспортировка сложная. Да, они в общем-то едут. Некоторые сорта пострадали при транспортировке. Поэтому, ну, возможно, какие-то сорта не будут присутствовать. Но предполагаем показать около 400 сортов. Ну, мы увидим, наверное, здесь и самые маленькие, и самые большие. И самые желтые, и самые зеленые, и самые голубые. Ну, наверное, да. То есть мы покажем. Ну, как бы и самые большие в мире хосты, и одни из самых маленьких в мире хост. В общем-то постараемся показать гостям ботанического сада все самое и самое интересное. Замечательно. Давайте немножечко, может быть, расскажем про историю вообще этого растения. Ну, хост – уникальное растение, удивительное. Она происходит из Юго-Восточной Азии. Ее родиной является Китай. Откуда она мигрировала? Через корейский полуостров и наш Дальний Восток в Японию. А дальше, удивительным образом, из Японии ее вывез доктор Зибальд в Европу. Были вывезены первые экземпляры живых хост в начале XIX века. И дальше они... В Европе хоста не вызвало, ну, скажем так, восхищение садоводов. Да, нравились ее цветы, потому что хоста подорожникова, экземпляры, которые были вывезены в Европу, имеет огромные цветки, за что, в общем-то, ошибочно хоста. Изначально были причислены к классу лилейных. То есть она была описана, как хоста с листьями, похожими на подорожник. Доктор Кэмпфер ее так описал. И изначально за счет цветков отнес ее к классу лилейных. Ну, потом вот их отнесли к классу, все-таки, к семейству спаржевых. На своей родине, в Юго-Восточной Азии, хоста является съедобным растением. Поэтому в садах и парках Японии и Китая вы хост не увидите. Они там выращиваются в огородах. Обязаны мы этому монахам. Вообще хоста на Востоке используются достаточно широко. Ростки и молодые листья используются в пищу, как и спаржа. Отваривают, жарят, употребляют, в общем-то, в любом виде ее. Огромные большие листья чуть подсушивают. В них заворачивают продукты питания. Цветы тоже едят, а корни используются в тибетской медицине. В них много биологически активных веществ. При лечении тяжелых больных, как общеукрепляющие и тонизирующие. В общем-то, это мне рассказал японец Хиро Шиаба, которому я написала, удивившись тому, что я не увидела на фотографиях японских садов ни одной хоста. Я попросила его рассказать, почему. Он говорит, мы ее в огородах выращиваем. Мадам, ты хоста? Она у них овощ. Да, у них каждую весну в магазинах продаются и есть фотографии. Пожалуйста, можно увидеть рецепты блюд и фотографии хоста. Более того, я в журналах, в интернет-журналах находила информацию о том, что если вы заблудились в лесу, то есть, да, вот такие вот статьи по выживанию, да, пожалуйста, вот одно из съедобных растений хоста можете накопать, съесть, в общем-то, отравиться невозможно. То есть, ее описывают как растение для выживания. Оксана, ну мы, наверное, хост есть не будем. Мы, в принципе, это растение считаем или коллекционным, или ландшафтным. Я думаю, что вы тоже полюбили, наверное, ее за ее съедобные качества. Вообще, почему вы решили коллекционировать именно хосты? Хоста, в принципе, удивительно уникальное растение. Уникальное оно тем, что оно очень многообразно. Я бы сказала, многообразно, наверное, немногообразно. Мы можем, во-первых, встретить экземпляры от нескольких сантиметров, да, высоту там 3-5 сантиметров, и гигантские экземпляры до полутора метров высотой в человеческий рост мы можем увидеть на фотографиях. Это самая различная форма листа, самого вот взрослого растения, форма то, что неправильно называется куста, да, то есть это не куст хост, а растение травянистое. Это самая различная фактура листа, как можно увидеть, да, и вафельные листья, и гладкие листья, и матовые листья. Кстати, вот мы сейчас с вами пройдем голубым хостом. Очень она вариабельна по цвету, при этом умудряется жить, да, вот выживать практически абсолютно белыми листьями, приспособившись к этому, скажем так, издевательству со стороны генетиков, потому что, конечно, в естественной природе естественный цвет листьев, он зеленый. Но усилиями селекционеров, усилиями генетиков цвет листьев хоста изменен от темно-зеленого до практически белого. Мы можем встретить все оттенки зеленого, светло-зеленого, салатового, шартрезного, нежно-голубого, голубого, желтого, ну, вплоть до практически белых листьев. Ну, об этом мы поговорим чуть позже. Я думаю, что вот, да, здесь можно хорошо увидеть, вот здесь вот одна из самых вафельных в мире хост, да, абсолютно такой лист, вот жабка такая, вафелька-вафелька, да. А вот это очень интересный сорт, он называется чайная ложечка. Если вот покрупнее снять, здесь есть зубчики по краю, вот они хорошо видны, то есть вроде ровно, то есть может быть абсолютно ровный край, а вот это вот зубчатыми листиками. Ну, мало того, что темная, она еще гладкая такая, очень красивая. Вот все-таки, все-таки хосты вот со светлой каймой нуждаются в притенении, потому что на солнце кайма горит. Вот, пожалуй, самый красивый экземпляр на этой выставке. Тропикал Дансер, изумительно очень красивый сорт, мне он очень нравится, но такую белую кайму сохранить можно только при вот, как это говорят садоводы, танце с будном, да, то есть конкретно вот этот экземпляр выращен в теплице, конечно, с защитой от ветра. Хосты очень не любят. Не ландшафтный экземпляр, чисто коллекционный. Вот этот сорт не для ландшафта. Нет, его можно вырастить в ландшафте, но вот конкретно вот это выросло на улице, и вот то выросло на улице. Этот сорт называется Северная экспозиция, а этот сорт Орионс Бейт, они выросли на улице, но вот эти сорта все с белой каймой, они нуждаются в хорошем притенении, фактически абсолютно полностью Северная стена дома, да, то есть, ну вот, в глухой тени и защита от ветра. То есть центр горит меньше, чем середин. Великолепный американский питомник, больше 150 сортов они нам подарили. Если вы видите приставку Локисайд, то есть это всегда маленький шедевр, то есть это абсолютно узнаваемые, вот правила 10 шагов, да, это абсолютно узнаваемые, абсолютно отличные друг от друга сорта. Основное правило питомника – стабильность роста. То есть, да, растение должно быть не капризным, стабильно, хорошо расти. Поэтому вот, да, такой хороший представитель вафельности. Это же под нему, это шкура носорога, это хоста сам, ну, одна из самых толстых, ноль. 43 или 45 миллиметра, толще только голубой носорог. Ну, улитки его тоже, конечно, едят, наши улитки все проедят. Ну, вот, вот перед вами хоста с одним из самых толстых листьев. Ну, вот эта вот история, что самый страшный враг хоста – это улитки. Это действительно так? Ну, страшнее, конечно, олени и коровы, потому что, да. Ну, олени и коровы редко находят в наши сады. У нас нет, а в Америке – да. То есть, вот, поэтому у них даже есть репелленты для отпугивания оленей и так далее. Поэтому вот. А вот здесь, вот если мы на этом столике посмотрим, да, тоже хоста с достаточно узким листом. Листом, пожалуй, вот хоста с самым узким листом – это вот тортифронт, либо кагораши гибоши. Собственно говоря, между этими двумя растениями можно поставить знак «равно». Это осенний ветер в переводе с японского. Ну, иногда их продают как абсолютно разные растения. Разные кагораши на кафу, немножко другой сорт. У нее появляются к осени желтые полосы по листу. Вот, осенний ветер, потому что вот так вот закручивается еще листик. Хостом свойственно, в общем-то, имеет закручивающиеся листья. Это, что вот здесь вот мы видим еще и волну по краю листа, что тоже, в общем-то, вот это вот Валейс Раффл Шаффл, да, вот волнистая хосточка питомника Валейс. Вот они вот с узким листом. А вот у вас за спиной, сейчас мы повернемся, покажем зрителям. Пойдемте, пройдем. Ну, вот это вот великолепнейшая хоста «Малящиеся руки». Прекрасный экземпляр, выращенный для выставки в ботаническом саду. То есть такой вот очень интересный. И на самом деле, если вы потрогаете лист, вот лист этой хосты, он кажется весьма плотным таким вот, да, как бы резиноподобным. На самом деле лист вот этот достаточно тонкий, он всего-навсего 0,17 микрон. Все дело в том, что толщину листа хоста измеряют между жилками, а у этого сорта очень часто расположены жилки, поэтому создается эффект, ну, вот ощущение, что хоста с плотным листом. На самом деле у нее лист... Ну, как гофрированная бумага получается. Да, на самом деле у нее лист весьма и весьма тонкий. А вот сейчас мы с вами за спиной как раз увидим хоста с круглыми листьями. Вот сейчас к нам оператор подойдет и покажет. Ну, вот на самом деле... Сейчас еще и покажу заодно, что такое рукавичка тетраплоидная. Вот этот сорт неатентидия, значит, абсолютно круглый лист, причем если вот мы увидим, вообще тенденция к тому, чтобы он был даже поперек себя шире, да, то есть такой шир, наоборот, вот овальный в эту сторону. И вот можно на листях увидеть вот такую вот вещь, да, листик как палец у рукавички, здесь и здесь. То есть это не разрывы. Ага, то есть это никто не проел. Нет, это признак тетраплоидности. То есть вот такой вот симптом рукавички встречается у тетраплоидных сортов. То есть мы это можем увидеть не только на этом сорте. Вот хосты с абсолютно круглым листом. Оксана, к сожалению, мы приехали во время монтажа экспозиции, поэтому не все растения еще подготовлены, не все расставлены. Мы отрываем у вас драгоценное время. И наш сюжет, который мы сейчас сняли, конечно, это голубь по Европам, потому что мы не рассказали толком ни про систематику, ни про виды, ни про классификацию. Забыли рассказать про некоторые формы хост. Но я надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся, покажем и расскажем чуть подробнее про все ваши замечательные растения. До свидания. Смотрите канал Европлант. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!